Всем привет! Меня зовут Марина и добро пожаловать на мой канал. Я поздравляю вас всех с началом осени и я очень рада, что осень наконец-то наступила, потому что это мое самое любимое время года с детства. И не только потому, что у меня день рождения в сентябре, а просто потому, что осень это то время года, когда мое тело и душа находятся в абсолютной гармонии, потому что я наиболее продуктивна, наиболее счастлива и вообще просто я люблю осень. И поэтому я решила записать это видео для всех тех, кто не любит осень, чтобы вы смогли проникнуться этим временем года. Я вам подскажу несколько советов, как сделать эти серые, как многие считают грустные и унылые будни, чуточку ярче. И для всех тех, кто любит осень, я просто расскажу, как можно провести классно эти несколько месяцев. Я собрала все свои советы в один идеальный осенний день, ну а вы можете растянуть их на целую осень. Итак, давайте начнем. Несколько советов для того, чтобы осень 2016 была самой лучшей. Ну и, пожалуй, первое, с чего мы начнем, и с чего я советую начинать каждый свой сезон каждому человеку, это составлять свой уникальный плейлист. Музыка — это то, что заставляет нас двигаться, работать, грустить, плакать, веселиться и так далее. В общем, влияет на наше душевное состояние. Именно поэтому я считаю, что у каждого человека должен быть свой сезонный плейлист. И не обязательно в осеннем плейлисте держать все самые грустные и унылые песни. Есть очень много классных треков, которые ассоциируются у меня с осенью. Если вам интересно, какую музыку слушаю осенью я, то вы сможете зайти в мою официальную группу ВКонтакте, ссылка на которую есть под каждым видео. И там я вам оставлю свои самые любимые осенние песни. И не забывайте то, что ВКонтакте есть такая особенность, такая функция, что вы можете оставлять свои плейлисты и называть их как вам угодно. У меня, например, он называется Outroom, то есть по-английски, и много-много различных стикеров, стикеров, нет, не стикеров, и много различных смайликов. Пользуйтесь этим, загружайте песни в загрузки в свои, в телефонах. Насколько я знаю, в айфонах уже тоже такая функция есть. Вот это синее пятнышко, которое там двигается, вот это, это Дениска. Составив крутой осенний плейлист, можно отправляться гулять, но перед этим я советую каждому из вас попробовать походить по осеннему городу вместе с термосом горячего шоколада или какао. Это сделать очень легко, у меня, например, есть термос из Старбакса. Не могу сказать, что это самый лучший термос в моей жизни, поэтому можете купить любой в Ашане. Ну, поскольку я вот такая вот вся ванильная и классная, у меня есть термос из Старбакса из Москвы. Так что делаем какао туда и отправляемся гулять. С крутым плейлистом и термосом какао на самое место в осеннем парке. По пути туда не забудьте сделать пару добрых дел, это совсем не сложно, перевезти бабушку через дорогу, и вам приятно, и плюс один к вашей карме. В осенний парк мы направляемся за новыми знакомствами и, конечно же, классными фоточками в Инстаграм. Вы можете там встретить и классных уточек в пруду, и интересные листики в луже, в общем, много-много-много всего. Но, конечно же, не забывайте улыбаться всем проходящим мимо вас. Это абсолютно не страшно, и было бы здорово, если бы в нашей стране не смотрели на улыбающихся людей. Как-то странно. Если в вашем городе можно найти велосипеды на прокат, то самое время взять его, потому что летом кататься на велике очень жарко, и такая прогулка заканчивается потной футболкой и спорченным макияжем. На осенью вам просто нужно потеплее одеться и отправиться наслаждаться классными видами города. Ну, в Санкт-Петербурге грех этого не сделать, особенно потому что у нас есть такие велосипеды, и в каждом парке можно взять велик на прокат. Так что, let's go, ребята! Питер, Москва, наверное, Казань, Краснодар, у вас тоже все это есть. Ну, а если велосипеды это не про вас, то просто остановитесь на ближайшей скамеечке в парке, вытащите из своего рюкзака классную книжку и просто окунитесь в нее с головой. Те книжки, которые люблю читать осенью я, я оставлю вам в описании по ссылкам, в какие-нибудь интернет-магазины. Вы с легкостью сможете их найти, почитать рецензии на этих сайтах. Если вам что-то понравится, смело добавляйте себе в библиотеку и в списки чтения. Ну, а если книжки вы больше любите читать дома, с подлампочкой и пледиком, то я вам советую начать вести свой личный дневник. Я знаю, что многие девчонки, может быть и мальчишки, хотят начать вести личный дневник. Так вот, осень — это самое то время года, когда я вам всем советую начать вести свой личный дневник. Время года располагает, событий много, наконец-то, потому что все пошли на учебу, в школу, влюбленности и так далее. Вот прям надо. Так что просто берите любой чистый блокнот или тетрадку, отправляйтесь в парк и начинайте первую страничку именно там. Клевое место, клевые воспоминания, и я вам обещаю, что вам будет что написать. Ну вот, нагулявшись и накатавшись на велосипедах, возвращаемся в теплый дом, и, конечно же, мы все хотим кушать. Осень — это то время, когда вы можете добавить в свою кулинарную книгу плюс один шедевр, и этот шедевр — шарлотка. Я уверена, что мамы и бабушки привозят с дачи вам огромные пакеты яблок, и если яблоки уже лезут у вас из ушей, то самое время тренироваться на них делать шарлотку. Испортить шарлотку очень сложно, если вам интересно, то я могу вам снять кукинг, потому что у меня есть такая рубрика на канале, так что просто напишите, Марин, научи нас готовить шарлотку, я с удовольствием вас научу это делать, потому что шарлотка — это то, что может сделать каждый, и ингредиенты есть, я уверена, у всех дома, так что let's go экспериментировать, пробовать, и, девочки, если вы умеете готовить шарлотку, то просто 5 баллов вам к вашему мнению. Отлично, шарлотку приготовили, теперь давайте научимся делать мудборды. Я уверена, что вы все знаете, что это такое, так что let's go делать его. Осенний мудборд у вас, скорее всего, провисит всю осень и всю зиму, потому что, ну вот как-то так повелось, то, что осенние мудборды, они вот предназначены вот на эти два времени года, а уже весной и летом делают совершенно другие. Так что я думаю, что эта отличная идея сейчас заняться таким вот вдохновляющим плакатом для вас. Ну и, конечно же, в заключении, осенний теплый вечер, который, конечно же, желательно проводить с любимым человеком или близким другом под теплым одеялком или пледиком, с каким-нибудь вкусным напиточком и вкусняшками. Я думаю, что грустные фильмы и мелодрамы, сериалы можно отложить на потом. Ну, а сейчас самое время для мультиков Дисней. Их, во-первых, много, во-вторых, они все очень милые, в-третьих, я уверена, что ты их давно не смотрела или смотрел, так что самое время это сделать. И да, наверное, это все советы на сегодня. Я надеюсь, что у вас с этими советами получится полюбить осень так же сильно, как и я. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, потому что я очень старалась его снимать. И простите, что я так долго иногда пропадаю. Бывает так, что у меня есть какие-то дела, бывает так, что просто нет настроения снимать. Я сильно извиняюсь перед вами, вас стало очень много на моем канале. Я вас всех очень сильно люблю и благодарна вам, что вы смотрите меня, подписывайтесь на меня и рассказываете друзьям о моих видео. Правда, спасибо вам огромное. Не забывайте, что вы можете писать мне в ВКонтакте, в Инстаграме и везде-везде. Подписывайтесь на меня во всех социальных сетях, будем с вами там общаться и дружить. Ну, а с вами была Марина. Ловите момент и не ждите знаков судьбы. Всем пока!